Если ты что-то начал, то должен обязательно довести дело до конца. Таким девизом и идет по жизни директор детской школы искусств поселка Смедович Татьяна Алтухова. Она родилась и выросла в селе Песчаное. В школьные годы Татьяна занималась танцами и вокалом. Когда я училась в третьем классе, у нас Владимир Константинович решил создать духовой оркестр. В этот кружок первый попал мой брат. Он играл на трубе, и я однажды с ним пришла на их репетицию. И Владимир Константинович посмотрел и говорит, хочешь играть на музыкальных инструментах? Ну мы же дети, нам же все интересно. Я говорю, да, конечно. Ну на тебе кларнет. Мы просуществовали там около трех лет. И вот за этот период мы однажды даже побывали на фестивале духовых оркестров в городе Биробиджане. До сих пор помню, как мы ночевали в гостинице «Восток», тогда вот эта трехэтажка, которая находится на Арбате. И, к сожалению, коллектив распался, но память осталась. И занимаясь всю жизнь, всю деть свою школьную деятельность в Доме культуры, я захотела получить музыкальное образование. Поэтому Татьяна и поступила в Биробиджанский колледж культуры в 1992 году, чтобы быть поближе к дому. Благодаря моим преподавателям этого колледжа, прям вот они привили ко мне любовь к музыке. Я увидела музыку уже с другой стороны, потому что, ну занимаясь в селе, понятно, да, там какая атмосфера, там маленький кружочек. А когда мы уже выходим на другое окружение, мы увидели людей других и познакомились, и узнали. И я поняла, что мне это очень нравится, и я буду продолжать. После окончания колледжа в 1996 году Татьяне предложили стать преподавателем и наставником Духового оркестра Орехова Игоря Александровича. С каждым новым выступлением музыкантов, желающих вступить в Духовой оркестр, становилось все больше и больше. В 2012 году Татьяне присвоили знак «Заслуженный наставник молодежи еврейской автономной области». Татьяна Натальевна преподает свой урок как-то с юмором, с улыбкой, с радостью, чтобы ученик уже сам как-то заинтересовался своим инструментом и предметом в целом. И ходил на уроки с каким-то живым интересом и радостью, что сейчас он придет опять в ту атмосферу добра, счастья и веселья. С Татьяной Витальевной мы сотрудничаем на протяжении долгого времени, зная ее как ответственного руководителя и положительного человека, который может прийти на помощь в трудную минуту и подставить свое плечо. В 2014 году ее коллектив впервые попал на Всероссийский конкурс Духовых оркестров, который проходил в Хабаровске, где заняли призовое место. А уже в 2015 году оркестранты полетели на заключительный этап конкурса в Севастополь, где обрели очень много полезных знакомств. Познакомились с очень хорошими людьми города Москвы, познакомились очень много с коллективами именно российскими. И еще у нас теперь вообще в России есть такое общество, которое называется Духовое общество. Это играющих на духовых инструментах и ударных. И именно Халилов дал идею создания этого общества. Спустя два года оркестр пригласили в Международный детский центр «Артек», где для духовиков открыли смену. В 2018 году оркестр получил звание образцового коллектива. В марте 2018 года они приняли участие в региональном фестивале «Конкурс творческой молодежи Крылья» в городе Биробиджан. Летом того же года коллектив побывал на Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» в Хабаровске и стал лауреатом первой степени. Следующая их поездка состоялась уже в сентябре 2019 года в детский центр «Океан». И в этом же году коллектив принял участие в фестивале российско-китайской ярмарки культуры и искусства, прошедшей на территории двух стран. Духовой оркестр не раз становился участником, лауреатом и призером не только региональных фестивалей, но всероссийских и международных. Татьяна Витальевна Алтухова, мы с ней знакомы очень давно. Работаем вместе на протяжении 14 лет. В кругу моих общих знакомых есть и ее воспитанники, которых она выпускала и которые заканчивали вместе со мной в высшее учебное заведение. Татьяна Витальевна за все время своей работы проявила себя грамотно, показала себя специалистом, проявила себя с хорошей стороны. В текущем году оркестр получил государственную премию автономии в сфере культуры и искусства в размере 350 тысяч рублей. На эти средства коллектив приобрел новые инструменты. Татьяна Витальевна безмерно гордится своими воспитанниками и их достижениями. Она по-прежнему с головой уходит в работу, при этом сохраняя позитивный настрой, которым заряжается вся ее команда. Более 25 лет работы преподавателем сделали из Татьяны Витальевны настоящего профессионала. Ирина Веденеева, Виктор Ильин. Специально для программы Новости 21.